Урок седьмой. Воззвание к мужьями-женам. Когда увидят ваше честное богобоязненное житие. 1 Петра 3.2. Семейный очаг – слишком священное место, чтобы быть оскверненным вульгарностью, нечистотой и взаимными упреками. Есть свидетель, который заявляет «Знаю твои дела. Пусть любовь, истина, доброта и долготерпение будут растениями, насаждаемыми в саду сердца». Разум, характер и личность. Том 1, страница 157. Раздел 1. Библейское качество, о котором часто забывают. Вопрос А. Какой жизненно важный принцип семейного счастья часто отвергается женщинами сегодня? Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. 1 Петра 3.1. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Киефисянам 5.22-24. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Колоссянам 3.18. Сестра, чего вы ожидали от своего мужа, когда выходили за него замуж? Неужели вы рассчитывали, что возьмете браздоправление в свои руки и приведете его волю в согласие с вашей извращенной упрямой волей? Сколько покоя, удовлетворения, мира и радости обрел ваш муж в супружеской жизни? Очень мало. Жена должна считать себя не куклой, за которую нужно ухаживать, а женщиной, которая должна подставить плечо под реальные, невоображаемые тяготы и жить рассудительной, задержательной жизнью, понимая, что кроме нее самой есть и другие вещи, о которых нужно думать. Как вы думаете, не разочаровывает ли вашего мужа то, что вы являетесь такой, какой вас показал мне Бог? Разве, женясь на вас, он предполагал, что вы не будете нести бремя, разделять трудности и проявлять самоотречение? Думал ли он, что вы не будете считать себя обязанной проявлять самообладание, быть жизнерадостной, доброй, терпеливой и здравомыслящей? Рукописи, том 17, страница 310-311 Вопрос Б. Какой самый эффективный способ, посредством которого обращенная жена может приобрести своего неверующего мужа? Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, ждием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное ждие. 1 Петра 3.1.2 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Коринфианам 7.10.13.14 Раздел 2. Содействие гармоничным отношениям Вопрос А. Какой библейский пример Петр использует в качестве образца отношения жены к своему мужу? Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра 3.4.6 Вопрос. Объясните, какой баланс раскрыт в этих отношениях? И увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Бытие 21.9.12 Наставление, данное Аврааму относительно святости и супружеских отношений, должно было стать уроком для всех времен. Он говорит о том, что права и счастье семейного очага должны заботливо оберегаться, даже если во имя этого потребуется великая жертва. Сара была единственной законной женой Авраама. Ее права как жены и матери не должны были распространяться на другую женщину. Она почитала своего мужа и поэтому представлена в Новом Завете как пример, достойный подражанию. Однако она не желала, чтобы Авраам делил свою любовь между ней и другой женщиной, и поэтому Бог не обвинял ее в этом, что она требовала изгнания своей соперницы. Патриархи и Пророки, страница 147. Вопрос Б. Что слишком часто делает мужа несчастным в семейном кругу и наносит вред его репутации в обществе? Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Притчи 14.1 Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Притчи 25.24 Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Притчи 27.15 Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 1 Петра 3.4 Очень многие мужья и дети, которые не находят дома ничего привлекательного, которые постоянно выслушивают бранные слова и ропот, начинают искать покоя и радости вне дома. Жена и мать, занятые своими домашними заботами, даже если и стараются не говорить о своих личных неприятностях и трудностях в присутствии мужа и детей, зачастую становятся невнимательной и скупой на маленькие любезности, которые делают дом приятным местом для них. Пока она занята приготовлением, пищей или шитьем, муж и дети приходят и уходят, как посторонние люди. Бывает, что хозяйка дома, аккуратно исполняющая свои обязанности, постоянно сетует, считая себя обреченной на рабство, преувеличивает свои заботы, уверенная, что высшее предназначение женщины совсем в другом. Напрасно она стремится к иной жизни, лелеет греховное недовольство и делает свой дом неприятным местом для мужа и детей. Христианский дом, страница 249 Жена служителя, не посвятившая себя Богу, не может быть помощницей своему мужу. В то время как он указывает другим на необходимость нести крест и убеждает их в важности самоотречения, ежедневный пример его жены зачастую противоречит его проповеди и лишает ее силы. Служители Евангелия, страница 210 Раздел 3. Опасные формы гордости Вопрос А. Как жене-христианке сделать себя привлекательной? Крепость и честь – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и называют ее благословенной, муж – и хвалят ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Притчи 31, 25 по 29 Жене следует со своей стороны делать все возможное, чтобы привязать своего мужа к себе верностью и постоянным желанием сделать его домашний очаг радостным и привлекательным. Свидетельство для церкви, том 5, страница 598 Бог не любит беспорядка и небрежности. Ему неприятно видеть отсутствие аккуратности в компы то не было. Эти недостатки являются серьезными пороками, грозящими ослабить чувство мужа к жене, если муж любит порядок. Жена и мать не может сделать атмосферу дома приятной и счастливой, если она не обладает любовью к порядку, не сохраняет свое достоинство и не способна хорошо управлять домом. Как следствие, всем, кто не обладает этими качествами, следует незамедлительно начать воспитывать их в себе. Христианский том, страница 22-23 Вопрос Б. Кого часто пытается привлечь необращенная женщина? Какие последствия этого? Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. И вот, навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу». Притчи 7, 6, 7, 10, 18, 19 «И прибыл Иуи Изриэль, и Язовель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою, и глядела в окно». 4 Царство 9, 30 «И сказал Господь, за то, что дочери Сионы надменны и ходят, подняв шею и обольшая взорами, и выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срмоту их. «В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахола, увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой епанчи узкое вредище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Найдутся женщины-искусительницы, которые будут делать все возможное, чтобы привлечь мужчин к себе и завоевать их внимание. Броское, экстравагантное платье слишком часто пробуждает похоть в сердце той, на ком оно одето, и незменные страсти в сердцах смотрящих на нее. Бог видит, что деградацией характера часто предшествует гордость и счастлавие в одежде. Воспитание детей. Страница 416. Вопрос В. Хотя большинство женщин-христианок, возможно, не стремятся сознательно склонять мужчин к прелюбодеянию, а от какой формы гордости они предостережены? «Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде». 1 Петра 3.3. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду». 1 Тимофея 2.9. «Ничто не было такой помехой для тебя и твоего мужа, как твоя гордость. Вы с мужем любите все делать напоказ, но это не имеет ничего общего с доброй, скромной религией». Свидетельство для церкви. Том 2. Страница 493. Библия учит скромности в одежде. Это повеление запрещает хвастовство одеждой, в том числе слишком яркой расцветкой и чрезмерными украшениями. Любая попытка привлечь к себе внимание одеждой или вызвать восхищение не соответствует предписанию о скромной одежде, данному в Слове Божьем. Самоотречение в вопросах одежды является частью нашего христианского долга. Одеваться просто, отказаться от ювелирных изделий и разного рода украшений – это согласуется с нашей верой. Воспитание детей. Страница 423. Раздел 4. Обязанность мужа. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Пусть муж помогает своей жене, проявляя к ней сочувствие и неизменную привязанность. Если он хочет, чтобы она всегда была свежа и радостна, чтобы она была подобна солнечному свету в доме, то пусть помогает ей нести ее бремя. Его доброта и учтивость, проявляемые с любовью, будут для нее драгоценным ободрением, и счастье, которое он дает ей, принесет радость и мир его сердцу. Христианский дом. Страница 218. Вопрос Б. Проведите пример того, как необращенный муж может сделать жизнь своей жены несчастной. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умна и красивая лицом, а он – человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Авигею же, жену Навала, известил один из слух, сказав, «Вот, Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он – человек злой. Нельзя говорить с ним». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли. И пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал – имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слух господина моего, которых ты присылал». Если муж деспотичен, требователен, критичен по отношению к своей жене, то он не может завоевать ее уважение и привязанности, и супружеские отношения станут ненавистными ей. Она не будет любить своего мужа, потому что он не хочет стать ей добрым другом. Мужья должны быть заботливыми, внимательными, постоянными, верными, сострадательными. Они должны проявлять любовь и сочувствие. Если муж имеет благородный характер, чистое сердце, возвышенный ум, чем должен обладать каждый истинный христианин, то это проявится в супружеских отношениях. Он будет заботиться о здоровье своей жены, будет ободрять ее. Он будет стараться говорить слова утешения, чтобы создать атмосферу мира в семейном кругу. Христианский дом, страница 228. Вопрос В. Каким должно быть отношение истинного мужа-христианина к своей жене, чтобы вдохновить ее на ответную благосклонность? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена допочитает своего мужа. Киевисянам 5.25.28.33 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Киевисянам 3.19 Мужья должны исследовать образец и стараться понять значение символа, представленного в послании киевисянам. Муж должен быть подобен спасителю в своей семье. Будет ли он верен своему благородному, Богом данному призванию быть главой семьи, всегда помогая своей жене и детям возрастать? Пусть каждый муж и отец стараются понять слова Христа, но не односторонне, зацикливаясь только на покорности жены своему мужу. А во свете Голковского Христа пусть изучает свое собственное положение в семье. Рукописи, том 21, страница 216 Раздел 5. В христианской семье нет босса Вопрос А. Насколько близкими должны быть отношения мужа и жены? И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплоть. Бытие 2.23.24 Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. От Матфея 19.4.6 Ни муж, ни жена не должны претендовать на главенство. Господь установил принцип, которым следует руководствоваться в этом вопросе. Муж должен лелеять свою жену, как Христос лелеет церковь. Жена должна уважать и любить своего мужа. Оба должны воспитывать в себе дух доброты, стремясь никогда не огорчать и не обижать друг друга. Христианский дом, страница 106-107 Мы должны иметь дух Божий, иначе в нашем доме никогда не будет согласия. Жена, если она имеет дух Христов, будет внимательна к своим словам. Она будет владеть собой, она будет послушна и в то же время будет чувствовать себя не рабыней, но спутницей мужа. Если муж является Божьим слугой, то он не будет господствовать над своей женой. Он не будет своевольным и взыскательным. Тепло домашнего очага – неоценимое богатство. Если в доме обитает дух Господен, он становится символом неба. Если один ошибется, другой проявит христианское терпение и не отвернется с обиженным видом. Ни муж, ни жена не должны пытаться властвовать друг над другом. Не старайтесь заставить друг друга подчиниться своим желаниям. Поступая так, вы не можете сохранить любовь друг к другу. Будьте добры, терпеливы и выдержаны, внимательны и любезны. По благодати Божьей вы можете сделать друг друга счастливыми, как вы и обещали, давая брачный обед. Вопросы для повторения Вопрос 1. Как мое отношение к супругу или супруге и тон голоса могут всегда отражать ясно указанные Богом принципы? Вопрос 2. Почему мне следует быстрее признавать свои ошибки и просить прощения у своего супруга или супруги? Вопрос 3. Почему Бог призывает меня быть готовым или готовой умереть за своего супруга или свою супругу? Вопрос 4. Как я могу избежать измены супругу или супруге в своих мыслях? Вопрос 5. Почему для меня и для моего супруга или моей супруги было бы разумно с молитвой подумать о том, не виновны ли мы в гордыне, проявляемой либо в одежде, либо в кулинарных навыках, либо в имуществе, таком как автомобиль, электронная техника, дом и так далее? Дорогие друзья, пусть любовь, истина, доброта и долготерпение будут растениями, насаждаемыми в саду сердца. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok